Доброе утречко! Скажу, что мы находимся, блядь, сразу оставила название, в Кэмпхэнге. На половине пути уже находимся до нашей точки назначения. Это Чиангмай. В принципе, есть какие-то кафешки, но ни один тайец здесь не знает ни одного слова английского, вообще ни одного, ни одного. Хорошо, что есть Google-кереводчик, блядь, создателям, просто большой респект. У Кристалла все хорошо. Он меня в очередной раз заебал. Так что все в порядке, ничего нового. Так вот, день хуей. Я такая утром проснулась, вчера я бухала. Мне вчера было такси, поэтому я такая думаю, блин, надо хотя бы пробежаться, что ли. Пробежалась, блядь. Во-первых, я вообще скажу, что спорт это полная хуйня. И вселенная, она как бы нам подает постоянно знаки, нужно что-то делать или нет. Например, вы видите красивые, пиздатые, вкусные блины, вы их едите и наслаждайтесь. Все правильно, да? А когда ты бежишь на тренировке, такой целенаправленно позаниматься, и тебя нахуй кусает собака за ногу, вот, то это знак, что спортом нельзя заниматься, не нужно. Просто наслаждай тебя вкусами, блинами, толстей и не бегай. Короче, меня собака укусила, пизда и ванна, вон, я тут уже йодом все намазала, но кровь все равно еще хуярит, подзапеклась, но все еще есть. Нога опухла чуть-чуть, не знаю, что в этих ситуациях делают. Я знаю, что когда кошка, типа, если царапает, ну, непривитая, а здесь, естественно, все, блядь, собаки хуй знают, чем они привиты. Ничем, да, Крисом? От кошек нужно сразу точно идти, там, кто-ли, уколы делать, чтобы бешенством не заразиться. Меня собака укусила, я этого ничего не сделала, но я пошла сразу, купила себе йод. И все, надеюсь, у меня не отвалится нога, не сгниет, и все будет в порядке. Так что делайте выводы, бегать это плохо, не бегайте по утрам, по вечерам вообще никогда не бегайте, только если за пивом или от ментов. Ура, 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 та-та-ра-та, все, мы доехали до этого прелестного местечка. Вы только посмотрите, какой у нас вид, да, Кристина, это лужайка, да, скажи, ой, как нравится. После дороги сходить в душ, это самое лучшее, что может быть, уставший, хотя, считайте, я даже за рулем не сидела. Взяли номер вот в таком домике, на букинге брали, значит, вот наверху, изначально с террасой хотели, да, мы его и забронили, оплатили, приехали. А нам дают другой, мы такие, блин, мы хотим тот, который вот, ну, наверху, она говорит, а там нет Кандея. А мы один раз уже ночевали без Кандея, в Каосок, когда ездили, и это был пиздец, поэтому не-не-не, без Кандея больше никогда в Таиланде. Ох, ну привет, север Таиланда. Температура здесь, ну, такая же, даже местами жарче, чем на Пхукете было, я была удивлена, хотя, по идее, должно быть похладнее. Я думаю, сегодня мы отдохнем, а завтра у нас будет полноценный день, с самого утра выйдем, поедем по всем достопримечательностям. Сейчас я выпишу еще какие хочу попасть, это точно будет музей Ада, музей Рая, естественно. Завтра часов до пяти прям будем плотненько ходить, рассматривать всю красоту. Мистер Кристал, а ты будешь сидеть дома? Кстати, нога, как нога, интересно, распухла пиздец и болит. Ходить очень больно, бегать я вообще не смогу. Да и нахуй тебе, нужен век. Я решила, что спорт не для меня, буду жрать и пухать, все. Йоу-йоу-йоу, всем доброе утречко. Блин, вы не представляете, как здорово просыпаться с таким видом на Кристиках. Я вышла после прогулки с Кристиком посидеть, составлять план, куда мы поедем. Уже села, начала там все выискивать, выписывать. Мне уже принесли завтрак, так мило. Хочу выходить из дома, чтобы у меня был вот такой вот вид. Здесь не жарко, прекрасно, свежо. Господи, это нереально круто. И Кристик рядом сидит. Утро должно начинаться именно так. Я не вижу других вариантов. Так, все, мы приехали по точке назначения, которую вроде как я нашла. Типа музей Ада, но это не то место. Даже по картинкам, типа в интернете, видно, что это не оно. Здесь небольшая территория, в общем, ничего интересного нет. Сейчас пойдем доебемся, это деда и спросим. И я иду и нашла, смотрите, что, пушку. Это знак. Мы сюда, считайте, приехали только ради нее. Все, я ее забираю с собой. Так что теперь со мной плохо иметь дело. Все, я поняла. Короче, когда приезжаете, при входе идете налево. Вот, уже огромная рука видна. Как будто вы чувак с Бернинг Мэна. Бля, пиздатый глаз. Так, ну все, заходим, значит, налево. По идее, здесь 10 ватт вход. Но так как тут ничего нету и все открыто, мы пройдем так. Наконец-то. Все, здесь уже пытки. Здесь уже есть, что вам показать. Посмотрим, что тут есть интересненькое у нас. Добро пожаловать в ад. Кстати, здесь еще не только. Это мы, наверное, в раю уже. Нет, придем. На хуй надо, пошли в ад. Я даже не знаю, с чего начать. О, Валечка сидит, хуярит бухло. И лицо такое же. Мне кажется, здесь, значит, что-то о грехах за бухло. Что это за лепестки? Изобразительное искусство. На самом деле, очень крутые фигурки своеобразные. Если ты злоупотреблял бухлом, наркотой в жизни, если ты, ну, типа, делал аборт, то тебя ждет вот такая вот хуйня в ад. Ну, мне, кстати, кажется, что некоторые люди, ну, знаете, там типа Даркнет есть, но некоторые такой хуйней и так занимаются в жизни. Только в голову, в голову, в голову. Ну, это, типа, как раз показывает. Мать убивает своих детей. Только у него малыша, когда он не был. Блядь, были бы у меня такие дети, я бы их просто сожгала. Ладно, шутка, шутка, сейчас, блядь, скажете. О, где-то убийца. Горетьте и в аду на этом вертеле. Возможно, так и будет. Посмотрим. Блин, конечно, интересно. Было бы круто, чтобы какой-то человек, который шарит в этом, рассказал, какая пытка ничего. Можно, естественно, догадаться логически. Блядь, охуенно, хочешь фарш? Блядь, смотрится, ну, клево. Ну, в плане того, что, если в действительности так, было бы интересно посмотреть на тебя, как тебя будут расхуяривать. Блядь, как хорошо, что мы сюда доехали. Котел, адский котел. Нихуя себе у него яйца. Ху-ху! Нормально. А у нее... Или у него сиськи? Ой, блядь, пизда. Смотрите, как, ну, насколько здесь все реалистично, блядь. Очень круто. Я думала, что здесь будут, ну, просто какие-то фигурки. Ну, так и есть. Но не думала, что настолько интересно сделаны. И заметьте, что у всех огромные члены. Если ты, типа, слишком похотливым был, тебя тоже ждут наказания. Но, если верить всему, что тут сказано, то, блядь, вообще в жизни ничего делать нельзя. То я точно должна быть в аду и в пиздецовом. Блядь, ну, фигуры просто анрел. Круто, 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 блядь. Приезжайте сюда пораньше, чтобы, ну, успеть, как бы, еще в другие храмы. У нас очень мало времени. Ну, я надеюсь, сейчас мы здесь за полчасика все посмотрим. Ну, здесь явно показано, что ему больно. Просто разрубить член пополам. Кстати, интересно, есть чуваки, которые, ну, вот как сплит делают языка. Ну, типа, может быть, делают сплит члена. Может, кто-то знает, скажите, пожалуйста, в комментариях. Мне очень интересно. Ну, я знаю, что там хуйню всякие шары загоняют, всякое делают. Но, чтобы пополам разрезали, я вот вижу здесь первый раз. Это кто убивает животных и издевается? Здесь еще, кстати, дерево должно быть с такими шипами большими. Я вот тебе покажу. Ты же их убиваешь вечно. Круто, да, кстати, что здесь показано. Грех за убийство животных. Потому что, блядь, многие считают, что животные это хуй пойми что. Добрый вечер. Чем заняты, ребят? Так, ну что, вот и врата ада. Нужно через них пройти. Я думаю, что я очищусь. Сейчас сгорело, да? И, опять же, повторюсь, круто то, что ты находишься в таком месте без единой души и больше никого нету. Ни одного туриста. Смотрите, здесь черепа животных. Вот оно. Такое дерево вас ждет, если вы будете убивать или будете издеваться над животными. Так что, блядь. Я сама лично такое сооружу, только оно будет еще жестче, еще хуже. Те, кто уничтожает животных или делает им больно, будете сидеть на нем. Ой, хочется все показать. Очень классный музей. Мне кажется, это одно из самого прикольного, то, что я видела. Ну, я люблю такие темы. Психушки, больницы заброшенные. Ну, что тут сказать. Я смотрю, блядь, трейлеры, ужасы, всякую дичь, жесть. Но это не значит, что у меня с психикой все плохо. Наверное. Ну, очень круто. Посмотрите, ну, насколько они классно изображают все. Это, типа, не классический стиль, и мне это нравится. Ну, и, блядь, я люблю хуи. Господи, посмотрите, сколько их здесь. Это же просто рай для меня. Конечно, не хотелось бы попасть в какой-то котел. Но вы же сами понимаете, что ад, рай. Кто-то в это верит, кто-то не верит. По итогу мы все равно знаем уже, когда закончим наше существование. Что там нас в действительности ждет. Ладненько. Пойдем в рай сходим. Здесь, конечно, классно. Все, мы вышли из ада, попали в рай. Ну, и здесь что снимать? Здесь все хорошо. Атмосферненько, спокойно, идиллия царит. Все прекрасно. Видите, когда ад показываешь, куда нас ищенит. Поэтому рай мы пройдем быстренько. Смотри, тут дьявольская штучка какая-то все-таки есть. Если, типа, ты нагрешил в раю, тебе пизда. Доехали до места назначения. Сейчас покажу то место, куда я хотела попасть. Мы приехали в храм Че-де-Луанг называется. Здесь много небольших маленьких вот храмчиков. А также самое главное вот это старинное здание. Я увидела на фотках, я такая думала, блядь, сюда точно нужно приехать. Оно выглядит просто сногсшибательно. А-а-а, я думала, можно наверх. Что за наебалово? Какие драконы или змеи, кто это? Блин, может с другой стороны, конечно, может сойти. Пойдем с другой стороны смотреть. Может там будет где-то вход. Походу нам туда не добраться по одной простой причине, потому что храм очень старый, ветхий. Ну, естественно, они хранят эту достопримечательность и не хотят ее доламывать дальше. Но смотрится, блядь. В общем, вокруг здесь еще предостаточно храмов. Проходить, я думаю, смысла мне нет. Просто нам еще сегодня нужно успеть посмотреть несколько храмов и уже завтра отправляться в Чианграй, потому что это все не очень близко распространяется. Так, атмосферка здесь классная, тихо, так красиво. Мы обошли здесь все со всех сторон. Это Чиэди Луанг. Очень красивое местечко, тоже стоит побывать. Улочки здесь пиздатые. Очень много всяких стильных кафешек, стильных вообще домов. На каждом шагу вы можете увидеть какую-то старинную постройку. Развалюху, двавалюху, тривалюху. Это разрухи старые. Ну, перемешку там с новыми домами красивыми. Подъезжаем к следующему храму. Сейчас все покажу. Пока я запомнила название, мы приехали в Ат-Хра-Тинг. Такой вот замечательный храм. По сути, это считается самый главный храм, если я ничего не напутала, потому что у меня уже голова круглась с этими храмами. Их здесь миллион, миллиардович, миллионов. Сейчас походим с вами, побродим, посмотрим и разберемся. Еще я хотела посетить какой-то серебряный храм. Вот я вижу серебряный, он или не он. Но выглядит как серебряный. Аж глаза слепят. Как обычно, блин, самый интересный вход в испрещен. Иди, иди посмотри, сними что-нибудь. Ой, ну иди, иди, блядь. Вообще-то я Бантик Бой. Короче, нам показали нажать на кнопку, когда зайду, я зашел. Кнопка нажата. Хорошо, что я чувак. У меня нет сисяк, поэтому мне сюда можно. У меня есть член, поэтому мне сюда можно. Если у тебя есть сиськи или нет члена, то хуй-хуй-хуй ты сюда зайдешь. Храм, который я хотела еще посетить, это вот этот. Серебряный, красивый, прекраснейший храм. Но мне туда, к сожалению, нельзя. Он у меня был в списке тех, которые я хотела посмотреть. Удовольствуюсь видом внешним только. Так что, мужики, приезжайте, смотрите и наслаждайтесь. Где вот слоников буду рассматривать с крысками? Расскажи ты. Ганеша, богиня по дороге. Одна из реинкарнаций Кришны. Муше в руках лотоса. Я жгу лотоса, тоже жгите лотоса. Вот вам краткая экскурсия. Ганеша. И крыски преподносят лотосу. Это вам пересказ на моем языке. А, да. Я богиня полдородия. Ну, хоть куда-то можно мне зайти. Зайдем в храмчик. Ниточки. Как говорится, что вижу, то и говорю, да. В общем, здесь вы можете прийти, помолиться. Посмотреть на вот эту красоту. Я не молюсь, поэтому просто посмотрю на эту красоту. Золотую. Так-то лучше. Обожаю всякие. Ну, все, я думаю, просветились мы точно на год вперед, как минимум. Посмотрели храмы, все очень красиво. Храмушки. Всем пока. А мы будем сейчас направляться скоро на самую высокую точку Таиланда. На нее нам ехать 2 с чем-то часа. Смотрела в интернете, там есть красивая крепость. Так, все погоню. Мы еще вот на подъезде к самой высокой точке Таиланда. По пути мы увидели вот Тиритан Ботерфул. Это водопад. Он прикольный. Вообще недалеко идти. Ну, там типа 100 метров по лесенке охуенный. Можете пройти до самой площадки смотровой. Но можно еще под площадку спуститься чисто через джунгли. И пройти прямо как по водопаду. Постоять на больших камнях. Ну, мы типа сюда не собирались заезжать, просто увидели вот по пути. Не снимала, потому что я камеру не брала. Я манго ела. У меня руки были заняты. Я ела как свинья. Так что, если что, спускайтесь вниз сюда. Блядь, ребят, очень хуевые новости. Прям ужасно хуевые. Я расстроена. Я прям очень расстроена. Мы подъехали, собственно, к тому месту, куда мы должны направляться. Мы должны были сейчас доехать до самой высокой точки Таиланда. И написано, что эта дорога, блядь, закрыта с 1 мая по 31 июля. Пиздец. Сегодня 23 мая. Самая высокая точка Таиланда. Очень-очень красивый храм. Я его прикреплю в фотографию. И, блядь, мы не сможем туда попасть. А называется он Дой Инг Танон. Главное, что мы сюда ехали 2 часа. 2 часа. Мы могли еще что-нибудь посмотреть. Музыка. 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 Субтитры подогнал «Симон»